дорогие друзья добро пожаловать на передачу почему израиль мы верим что она поможет открыть важность и значимость израиля в жизни каждого христианина основой нашей передачи лекции всемирно известного теолога из голландии вильяма гласхаувера которые называются почему израиль представляем уже известных вам по прошлой передаче участников это анна литвинова и мария чугунова приветствую вас снова в студии две маслины life здравствуйте мы снова рады вас видеть сегодня вы будете в очередной раз выступать в роли экспертов этой передачи напоминаю что вам нужно внимательно посмотреть очередной отрывок из лекции вильяма а после просмотра высказать свое экспертное мнение по поводу увиденного хорошо хорошо конечно ну и если у вас появятся вопросы а было бы очень хорошо если бы они вас появились может быть несколько даже вопросов то уже после просмотра вы можете их озвучить а пока записывать их на листочки и конечно же всегда вы можете задать вопрос нашему главному эксперту анатолий ермохина он снова с нами на связи анатолий мы тебя приветствуем я вас приветствую здравствуйте в конце нашего с вами обсуждения я попрошу вас посовещаться между собой и определить главную мысль услышанного послания и написать ее на листе ватмана завершение передачи вы сделаете фотографию с этой надписью а сейчас нам всем и зрителям тоже хочется вспомнить и увидеть что же было написано в предыдущей передаче поэтому покажите нам пожалуйста то что вы писали в прошлый раз вот хорошо отлично спасибо вам большое и так дорогие зрители мы начинаем очередную передачу почему израиль экспертами которые станут анна литвинова мария чугунова а также анатолий ермохин после просмотра мы снова увидимся с вами согласно библии на ближнем востоке должно произойти по крайней мере еще пять войн иисус сравнивал боль и страдания последних дней с родовыми схватками или с муками роженицы у меня четверо детей и я был свидетелем появления на свет каждого из них единственное что может сделать муж в это время это держать жену за руку и как только это начинается жена еще не уверена но она думает что это могут быть схватки и уже через несколько часов она определенно точно знает что это начало родов мышечные сокращения постепенно нарастают перерывы между ними становятся короче а боль постоянно усиливается и во время последней стадии когда внутреннее давление становится достаточно сильным чтобы вытолкнуть младенца единственное что может сделать муж это быть рядом со своей женой держать ее за руку и молиться о том чтобы все прошло благополучно и вот наконец рождается ребенок тогда очень быстро забываешь всю боль от радости человека который пришел в мир иисус сказал что в последние дни перед наступлением царства божьего весь мир будет охвачен родовыми схватками или муками это начнет происходить постепенно но затем интенсивность этих событий будет нарастать и за одной волной будет следовать другая все будет намного более интенсивнее чем раньше в прошлом столетии мир пережил две мировых войны и подобное несомненно произошло впервые эти войны вместе унесли больше жизней чем все предыдущие войны вместе взятые сегодня в разных регионах мира учащаются происшествия бествия такие как землетрясения беспорядки и так далее поэтому я полагаю что нам следует ожидать новых войн которые захлестнут ближний восток но в сердце конфликта это самое место гора моря гора сион я хотел бы упомянуть лишь несколько войн о которых говорит библия например в книге пророка исаи 17 главе мы читаем следующее пророчество о дамаске вот дамаск исключается из числа городов и будет грудой развален и так дамаск столица сирии станет грудой развален но этого в истории еще никогда не происходило так говорит библия в один день дамаск превратится в груду развален но каким образом библия не говорит как это произойдет может быть в результате землетрясения или войны кто знает если сирия развяжет войну против израиля то израилю стоя спиной к стене может быть придется в свою очередь напасть на сирию и разрушить город дамаск кто его знает но это обязательно произойдет в книге псалтирь 82 говорится о том что враги израиля окружающие его со всех сторон внезапно нападут на него в книге исаи 19 главе говорится о конфликте между израилем и египтом и о том что египту будет нанесен такой сокрушительный удар который заставить египтян оставить своего бога аллаха и обратиться к богу израиля это невероятно прочтите 19 главу книги пророка исаи в 38 39 главе пророка языки упоминается о втором круге врагов израиля может быть это россия удар который будет таким же внезапным как гром среди ясного неба эти силы будут преследовать израиль пытаясь покончить с ним покончить с ним раз и навсегда но сам господь будет сражаться на стороне израиля как говорит об этом ветхий завет он будет вести борьбу на стороне израиля борьбу против подавляющего числа врагов израиля после этого еврейский народ будет в течение семи месяцев хоронить своих врагов если вы сегодня посмотрите на первый и второй круг ли кольцо вражеских стран окружающих израиль вы увидите что все они египет сирии дамаск мусульманские государства одной из движущих сил этих войн может быть джиха цель которого заключается в том чтобы вновь захватить крошечный израиль и вернуть его под контроль аллаха в книге захарии 12 написано что все народ земли соберутся против иерусалима они как бы попытаются поднять и завладеть этим тяжелым камнем чтобы наконец разобраться с этим препятствием на пути к миру во всем мире но им не удастся это сделать в книге откровения 8 10 мы читаем о том что и он видел различные предметы похожие на ракеты которые падали с неба я написал комментарии книги откровения и занимаясь изучением этих вопросов прочел книгу написанную одним немецким физиком ядерщиком который сравнивал все эти падающие тела и армии упоминающие в откровении современным атомным оружием у него не вызывало никаких сомнений то что здесь речь идет об атомной войне последствиями которые будут отравление воды и гибель людей и тому подобное мы станем свидетелями экспоненциального роста и усиления родовых мук которые охватят нашу планету и тем не менее все под контролем господа потому что он дал израилю обещания и он их исполнит эта планета не будет уничтожена атомным биологическим или химическим оружием или же в результате загрязнение окружающей среды или чего-нибудь еще бог вмешается чтобы направить историю этого мира к своей цели а его цель это его царство и пришествие царя этого царства и тогда иерусалим вновь станет центром всей земли откуда бог будет благословлять мир библия однозначно утверждает что настанет день когда из зарусалима начнет проистекать мир который наполнит всю землю и народы больше не будут учиться воевать великий царь израилев наш господь иисус христос вас сядет на престоле отца своего давида будет так как говорил архангел гавриил его матери марии когда возвестил ей о том что она родит особенного ребенка который вас сядет на престоле отца его давида и царству его не будет конца он будет править среди иакова то есть израиля и из иерусалима его царство распространится по всей земле это неопровержимый факт еще один факт заключается в том что однажды та слава господа которая покинула храм и переместилась к востоку в один день вновь вернется в город с востока только подумайте как это чудесно что иисус вознесся на небо с горы елеонской и что когда он спустится с небес стопы ног его вновь ступит на это место давайте прочтем из книги изеки или 43 главы и привел меня к воротам к тем воротам которые обращены лицом к востоку и вот слава бога израиля вышла от востока и глаз его как шум вот многих и земля осветилась от славы его это видение было такое же какое я видел прежде точно такое какое я видел когда приходил возвестить гибель городу в первых главах книги пророка изеки или говорится о том как он видел бога всемогущего сидящего на троне окруженного херувимами серафимами затем он видит то же самое славу господа и далее и слава господне вошла в храм на этом особенном месте в сердце иерусалима слава господа вошла в храм и поднял меня дух и вел меня во внутренний двор и вот слава господа наполнила весь храм я слышал кого-то говорящего мне из храма а тот муж стоял подле меня и сказал мне сын человеческий это место престола моего и место стопам ног моих где я буду жить среди сынов израилевых во веки слава господом аллилуйя ну вот мы с вами посмотрели очередную лекцию вильяма на что вы наши главные эксперты обратили внимание что он запомнилось или какой вопрос у вас появился ну в целом наверное ну основная на чем больше говорю вильям это про пророчество то есть он как бы раскрывает тему как раз то что мы предыдущий наверное лекции говорилось то есть про то есть все равно иерусалим как мы говорили это сердце ближнего востока как центральный такой вот объект он все равно привлекают очень много внимания так скажем то есть соседи так сказать страны соседи они в покое вряд ли захотят оставить но господь обязательно будет с израилем потому что он так обещал аня ты на что внимание обратила очень интересные моменты например при египет да что да вот эта тема то что война все время вокруг израиля и что я как я поняла будет даже такая война в ходе которой египтяне но египет обратиться к богу израиля вот ну тоже такой интересный момент да то есть обращение мусульманского государства вот по сути и еще у меня также возник вопрос потому что в процессе описание да вот из библии куда на какое место придет христос и где будет явлена слава господа то есть и написано в сердце иерусалима в храме и мне стало интересно а вот сейчас этот храм на самом деле существует и если да то он где он находится он сейчас находится на территории нынешнего да и израиля иерусалима если можно ну хорошо что у тебя появился такой вопрос я думаю чуть позже на него мы попросим чтобы нам ответил анатолий но вот опираясь на слова которые сказала мария о том что пророчество вот она обратила внимание на пророчество что часто велим говорил вот я хочу задать вам такой вопрос с чего бы мы начали бы сейчас что пророчествах сказано о предстоящих войнах видим говорил как минимум пять даже должно быть и вот все это будет происходить перед наступлением установления божьего царства здесь на земле и вот у меня в связи с этим такой вопрос даже как бы два вопроса вопрос вопросе почему существует такое противостояние почему народы вот хотят завоевать иерусалим вообще израиль да почему есть такое противостояние существует ну и конечно же чем закончатся эти войны все таки кто тоже должен в них одержать победу каков будет финал вот как вы думаете но возможно немножко странные подачи ответа мне кажется что израиль привлекает столько внимания по той простой причине что он выделяется очень на фоне своих соседей вот допустим другим вероисповеданием очень многими вещами и наверное для мусульманских стран израиля это как узнаете в общей картине недостающие вот это вот кусочек пазла то есть если они его захватят то все станет единой картиной все станет вроде как правильный хорошо для них но естественно бог так не считает то есть наверное просто в любом случае если на израиль кто-то посягнет но скорее всего так и будет то господь по своему обетованию будет за израиль и будет конечно же как-то всячески помогать сказать может быть она хочет что-то добавить ну вы знаете когда я услышала этот вопрос я ну сразу мне не было определенного какого-то вот четкого ответа потому что на самом деле причин очень много мы некоторые из них знаем очень ясно осознаем почему некоторые мы даже не знаем но я думаю что еще одна из причин это то что даже сам господь да если в библии об этом написано это пророчество значит это точно будет и и люди которые хотят войны они всегда находят причину для неё и вот я очень я прям согласна с машином с машина интересная точка зрения насчет пазла да потому что действительно все соседи это мусульманские страны и и у них вот это все как израиль для них как триггер такой что как так можно почему другая религия какой блок наш был самый правильный до самый вот вот он дал вас нет и я думаю да что вот это именно религиозная проблема она наверное самая первая ну как на мой взгляд все-таки пытливый человеческий ум хочет понять почему давайте спросим у анатолия я прежде всего чем попытаюсь порассуждать ответить я не смогу рассуждать я хочу наших зрителей адресовать предыдущие наши встречи где мы эти вопросы уже отчасти затрагивали рассматривали и повторяться здесь может быть и нет смысла но я лишь один момент повторно подчеркну и сегодня что все списывать только на религиозные взгляды тоже нельзя 20 век это такая время эпоха да и раньше вообще с эпохи возрождения вообще мир секуляризируется он становится больше светским чем религиозным да мы можем сказать что там арабский мир он более даже религиозные но даже израиль посмотрите уже неоднородно неоднородный там же огромное количество людей совершенно светских нерелигиозных часть ультра религиозных часть часть умеренная часть сочувствующих и вообще этот мир этот мир и давно к сожалению отрекся от религиозных ценностей и шагает семимильными шагами пути к полной тотальной секуляризации к миру тотально без бога не религиозному миру вот так скажем секулярным поэтому сбрасываться счетов и силе все списывать только на религиозное противостояние не могу для меня все экономическое касание геополитическое чисто политическое это политика это борьба там в израиле на ближнем востоке палестинцы арабами так это просто бизнес простите меня они на на своей войнушке и революции по-другому не могу сказать они просто кормятся их весь мир содержит и кормит даже очевидно давно бы построили свое независимое сильное государство возможности было развили бы свою экономику но им выгоднее ничего не делать но воевать и и получать спонсорскую поддержку поэтому чистом свести плоскость вот этих противостояний вон я не могу и мне кажется и эсхатологические войны там тоже будет нечисто религиозная борьба одной веры одной религии с другой все будет сложнее а чем закончится у кирилла был вопрос мне кажется лучший ответ на любой эсхатологические вопрос это поживем увидим а вот что придрёг бог это вообще очень непростой вопрос кирилл говорит все движется постановлению царства божьего какого то тоже разные взгляды я например многие годы приверженность так или придерживаясь идеи диспенсационализма вы можете погуглить посмотреть что впереди нас ждет целых два эсхатологических периодами не один раз и пришел мессия сразу царство божие пришел мессия еще цар от целое царство христа ножи в иудейских взглядах называется времена мессии м м хамашах каббалисты назовут 7 тысячелетняя суббота языком книги откровение иоанна апокалипсиса это тысячелетнее царство ножи царство израильской смотрим деяния первая глава или ветхозаветных пророков это еще тоже такое царство божие но еще больше царство мессии когда все враги будут побеждены конце концов он передаст это царство богу и будет бог все во всем и будет новая земля новое небо целых два этапа как это царство божие придет это не просто непростой хорошо спасибо ну давайте поговорим вот еще о чем независимо от противостояния бог он вмешается в эту ситуацию будет защищать израиль как сегодня уже мы услышали и от вильяма и в ответе по моему марии это прозвучало но вильям еще сказал такую фразу которая мне запомнилась он сказал следующее что бог хочет направить историю этого мира к своей цели то есть иными словами чтобы не происходило он в нужное русло всегда направит так вот вопрос у меня сейчас будет очень простой возможно ответ будет службу а звучит он так а какая это божья цель какой цели вот давайте послушаем может быть она скажет или вы сказали это был простой вот короткий какая цель ну мы высказываем свое мнение правильного ответа нет но вообще целью всего да что происходит ну вот христианском библейском как еще сказать в мире с нашей точки зрения как верующих это главная цель бога это примирить человека с собой потому что как мы знаем все да из ветхозаветной истории что человек из-за греха он был отделен от бога и бог у бога всегда был план что он через иисуса христа примирит всех людей все человечество с собой снова я считаю что ответ скорее всего такой но наверное еще как бы наверное более калифированный это установить свое царство и после этого распространить мир во всем мире если можно так уже выразиться то есть господь все это подготавливает почву чтобы потом полноценно царствовать на всей земле но вот кстати говоря вели ему упомянул о том что шахина вернется с востока то есть слава божия вернется с востока и куда-то это слова должна прийти и она не случайно задала вопрос о иерусалимском храме как это что это куда это и вот в ответе хотелось бы послушать сейчас анатолия пусть будет связка и с тем какой вопрос я задал и с привязкой вот к храму послушаем анатолия но вот а по поводу храма предыдущий вопрос когда кирилл спрашивает какая цель чему бог ведет не всегда хочется задать уточняющего в момент вопрос в какой момент цель какая потому что еще раз вот опираясь на то что я сказал только что что сейчас пока целью бога это восстановить израиль все что он предрек исполнить все что он обещал через пророка поэтому и миссия приходит не просто на луну не знаю на облако он приходит на сион значит будет решать задачи которые перед ним поставил господь бог еще через пророков столетие тысячелетия назад там конкретной земле обетованной земле израильской и в тот момент он должен будет восстановить израиль наказать язычников сесть на престол установить правление исполнить все что он обещал резком народу потому что бога нет неправды смотрите читайте апостола павла римлян с 9 по 11 главу бог должен все исполнить а вот окончательно маша отлично ответила мир во всем мире уничтожение греха возвращение человечества в эдемский сад единство с богом это уже мне кажется даже проще нам понять на самом деле что хочет господь а вот по поводу храма непопулярное мнение я не причем я сразу скажу не факт что я всю жизнь буду его придерживаться но пока я придерживаюсь того того взгляда непопулярного что до самого момента пришествия или возвращение миссии иисуса христа на землю храма не будет восстановлен и храмы из и киля которые вот цитируют из и киля процитирует вильям постоянно возвращение шахины для меня это вообще новый иерусалим хотя у нас в наших переводах написано что антихрист но сын сын погибели не помню как сын нечестия забыл как как он там назван в общем антихрист должен сесть в храме хотя в оригинале там написано не то хи ирон на греческом будет да ахо на ос то есть он сядет святилище это может быть любое место религиозно не обязательно иерусалимский храм тенденция переводить как храм это она понятна всегда хотелось обвинить евреев вот даже антихристу евреев там сядет не факт что подразумевается иерусалимский храм то хи ирон на греческом будет храм и то же самое про новый русалим хотя и у нас и он дальнем переводе звучит храма там не будет там не будет хона оса святилище но если вы обратите внимание то есть потрясающая параллель между закиилем и новым иерусалимом многие это подмечают и в описании закииля и в точности прям слову слову повторено в новом иерусалиме будет река жизни и дерево жизни приносящее плод 12 раз и листья для исцеления народов об этом говорил закиили это мы видим в новом иерусалиме я подозреваю что но русалим это вообще город храм только без листья по что греха не будет не нужны будут жертвы не надо будет никого освещать и возможно вот туда вот туда в том место вернется шахина божия а пока у меня большие сомнения о том что русалимский храм до с до того самого момента до нового иерусалима будет восстановлен по крайней мере мне не хватает аргументов сказать почему причем почему это хотят евреи и израильтяне непонятно это восстановление национальное самосознание гордость и люди чуть не все это понятно мне не совсем понятно зачем это нужно вот такой непопулярный да непопулярный и а вопросов много на то ли не только и многих есть вопросы на которые мы пока не находим ответы ну что же мы должны выйти уже на финишную прямую и я попрошу значит наших экспертов написать какая основная мысль была уверенно вот что вы поняли какие вы сделали выводы и в отличие от предыдущей передачи я хочу попросить чтобы уже сразу договорились будете писать вместе то что я помню каждого с прошлой передачи ну а мы пока с анатолием поговорим анатолий как ты думаешь как девочки себя сегодня показали не показали себя так что я прям убежден что надо и еще и еще и еще позвать было согласятся ли не они на это вот хорошо будем над этим работа просим попросим конечно попросим вы что же дорогие зрители я пока вот они пишут я хочу сделать такой короткий вывод в конце нашей передачи что бог он действительно не ни одно ни одно слово бога не остается неисполненным и как бог дал обещание израилю то он обязательно исполнить и буквально сейчас процитировал слова вильяма которые звучали в этой лекции и пришествие царя и установление царства в иерусалиме потому что именно он станет центром земли как сказал вильям как говорят пророки он как бы не с пустого места это взял вот все это будет конечно это далекая перспектива мы не знаем когда это реализуется вот анатолий нас повел сегодня даже в небесный иерусалим даже там немножечко побыли захотелось нам попробовать этих листьев для исцеления народов вот но сегодня вот другая действительность другая реальность и сейчас мы давайте посмотрим что же они у нас написали его цель приход царства приход царства его цель приход царства и так держите делаем сейчас фотографию 34 снята ну что же спасибо вам огромное за ваше участие спасибо мария спасибо анна спасибо анатолий мы прощаемся с вами дорогие зрители до следующей передачи смотрите нас не пропустите будем искать ответы вместе